Приступаем к построению сетки чертежа. Для этого нам понадобятся инструменты, представленные на экране, графические инструменты. Эти же инструменты сгруппированы в окне мастера и они включают действия с точками, действия с линиями, графические действия, а далее действия с деталями для оформления лекал, оформление структуры алгоритма и работа с трехмерными командами, с трехмерными объектами. Мы работаем с 2D чертежом, поэтому сегодня работаем с инструментами на экране. Нам понадобится действия с точками и действия с линиями. Часть команд будет находиться в области графических действий. Хочу сказать, что наиболее часто встречающиеся команды сгруппированы в соответствующем окне, которое называется окно операторы. Давайте мы сегодня поработаем с классическим вариантом, то есть посмотрим, где находятся действия с точками и действия с линиями. Одна точка на экране у нас уже есть, поэтому нам необходимо поставить еще три точки на экране, которые будут ограничивать сетку по ширине и по длине. Давайте выберем команду «Поставить точку по координатам». Точка, команда, точка. Имя новой точки – это D1. Записываем в командной строке на зеленом поле. Все время обращаем внимание на подсказку программы и на ее запросы, для того, чтобы все действия выполнились корректно. Enter. Нажимаем клавишу Enter. Мышкой указываем точку, от которой откладывается точка D1. Левой кнопкой мыши указываем точку D0. Расстояние по Х от базовой точки до новой равно ширине сетки чертежа и определяется сумма полуобхвата бедер, соответствующей прибавкой. То есть ширина сетки чертежа для поясной одежды, то есть для юбки, равна сумме полуобхват бедер плюс прибавка по бедрам. Нажимаем клавишу Enter. Поскольку точки лежат на одной прямой, смещения по вертикали нет, соответственно расстояние от базовой точки до новой по игре равно нулю. Вводим в командной строке 0, нажимаем клавишу Enter. Итак, на экране есть две точки. Мы можем соединить их в команды отрезок. Для этого выбираем команду действия с линиями и команду отрезок. Все команды расположены в алфавитном порядке, поэтому найти нужное не составляет труда. Итак, отрезок. И мышкой левой кнопкой указываем начало и конец нового отрезка. Следующую точку можно ввести аналогично, то есть точка по координатам. Имя новой точки – точка N. Точка, от которой мы ее откладываем, это точка T нулевое. Расстояние по х равно нулю, потому что точка лежит строго по вертикали и смещения по горизонтали у нас нет. А теперь внимание! Расстояние от базовой точки до новой по у – это, конечно, длина изделия. Но поскольку мы будем двигаться от точки T нулевое против направления айси Y, используем знак минус, чтобы построения выполнились в нужном нам направлении. Итак, записываем минус длина изделия и нажимаем клавишу Enter. Точка N построена. Обратите внимание на запись в окне алгоритма. То есть мы с вами сейчас поставили точку N от точки T нулевое, которая расположена, то есть смещена от начальной по х на 0 единиц или на 0 сантиметров и на длину изделия от точки T нулевое. То есть расстояние T нулевое N равно длине изделия со знаком минус, поскольку двигаемся мы против направления системы координат, точнее против направления оси Y. Теперь осталось ввести четвертую точку для завершения построения сетки. Давайте выберем команду точка по координатам. И имя новой точки это точка N1. Откладывать мы можем ее как от точки T1, так и от точки N. Давайте отложим от точки N. Расстояние по х от точки N до точки T1 будет равно расстоянию T нулевое T1. Для того, чтобы нам не записывать формулу заново, в программе есть справочные команды, то есть помогательные, которые позволяют нам измерять уже существующее расстояние и использовать их в процессе построения. Воспользуемся измерением расстояния по прямой и укажем, между какими точками измеряется расстояние с помощью левой кнопки мыши. То есть щелкаем на точке T нулевое, точка T1. Нужное нам расстояние окрашено в зеленый цвет. Мы видим соответствующую запись командной строки. Нажимаем клавишу Enter и переходим к завершающей стадии построения точки, то есть укажем расстояние от базовой точки до новой по Y. Но поскольку по вертикали смещения нет, вводим 0, нажимаем клавишу Enter. Все. Четвертая точка построена. И мы видим, что точка N1 находится на расстоянии T нулевое T1 от точки N. Теперь давайте соединим отрезками точки, построенные на экране. Итак, команда отрезок. Начало отрезка T нулевое N. Еще раз отрезок. N N1. И еще один отрезок. T1 N1. Итак, габаритная часть юбки построена. Теперь мы можем переходить уже к внутренним линиям чертежа. Это построение боковой линии бедер и бокового шва.